Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Продолжаем в новом формате говорить о том, каким образом можно увеличивать количество денег, которые приходят в нашу жизнь. В предыдущем видео мы поговорили про то, каким образом сделать, чтобы заработная плата была больше. Опять же, не все раскрыто, но вот то, что дали, вы можете написать в комментарии, кто посмотрел, как вы на это отреагировали, каким выводом пришли. А сегодня мы продолжаем данную тему, и сегодня хотелось бы разобрать такую историю, как работа сам на себя. И это вторая история, называется сам на себя. Да, это вот уровень самозанятых, сам на себя. Форма, в которой мы получаем доход, деньги, называется гонорар. А если вообще просто, как продать себя дорого? Почему продать себя? Потому что вы в этом случае не время свое продаете, а вы продаете результат своего труда. Возвращаясь к истокам, основой товара обмена между рыбаком и охотником является рыба и охота. То есть, это в принципе в какой-то степени гонорар за результат. То есть, не за время же получаем определенное количество денег, а мы получаем за некий такой результат. Поэтому, как продать себя дорого? Как, если вы работаете сами на себя, являетесь самозанятым? То есть, каким образом сделать так, чтобы уровень дохода был у меня больше? И здесь тогда возникает следующее. Ну, давайте сами подумаем, кто из нас получает более высокий уровень гонорара? Что это за люди? У вас гражданский процесс, гражданское судопроизводство. Что вы делаете в этом случае? Вы не хотите его проиграть. Проявили многомиллионный иск. Вы не хотите проиграть. Вы готовы заплатить хороший гонорар за это, чтобы не проиграть? И что вы тогда делаете? Кто самый известный? Кого ты знаешь? Вы идете по знакомым, да, и начинаете выяснять, а кто самый известный, наиболее эффективный. Поэтому, если вы являетесь сотрудником, который работает сам на себя, здесь еще часто и я сам, кстати, этим тоже отличаюсь, и вообще люди, кто работает сам на себя, у них есть такое понятие, как синдром самозванца. Я продавать ничего не буду, продавать это барыги продают, я классно делаю дизайн. У меня образование, у меня самые лучшие преподаватели, вот эти вот все продажи, вот эти всякие ведения инстаграмов, вот это все блуд, я этого не буду. Кстати, все марафоны, вселенная может все, спортивная прожарка, там еще что-то, да, как, кто, что дают результат, да, и в этом случае, когда они начинают больше зарабатывать, да, когда они влияют на большее количество людей, и это вопрос построения личного бренда. Построение личного бренда, но это следующий шаг, а первым нулевым шагом должно стать то, что вы должны задать себе вопрос, какой результат я могу дать. Все очень просто. И дело в том, что вы можете начать получать доход в форме гонорара, когда вы просто сядете наедине с самим собой, подумаете, какой результат я могу дать людям. Ну, то есть, что я знаю, где мои компетенции. Может, я астрологией увлекаюсь, гороскопы составляю всем подряд, всем знакомым. Может быть, я инвестициями занимаюсь, и занимаюсь неплохо. Может, я фотографии классные делаю, у меня талант есть. Может быть, я с какими-то компьютерными программами хорошо работаю, да, и для кого-то покажется это сложным, а для меня это фу. То есть, какой результат я могу дать. И это вот первое. Потом мы спускаемся на следующий уровень вопроса. Потому что, когда мы даем результат, мы можем дать быстрый результат, или мы можем дать отложенный результат. И если говорить, когда вы являетесь покупателями результата, то в этом случае вы что хотите? Вы хотите быстро. И мало того, люди, которые платят очень много, люди с деятельной энергией, да, они хотят быстрый результат. И, как правило, платят много за быстрые результаты. И поэтому тогда следующим вопросом в этом форме должен стать вопрос, как я могу дать результат быстро, при этом оставив качество. Оцените это, да. Индивидуальная работа, или вы там какого-то контрагента находите, да. Опять в качестве примера. Я хорошо убираюсь. Ну, штырит меня убираться. И меня штырит убираться настолько, да, что я пошел там в свободное время, начал убираться. У нас действительно была уборщица, которая просто самой по себе штырила. Она ездила на машине тогда круче, чем машина, которая была у меня. Но она просто приходила и говорит, мне нравится это делать. И здесь тогда вы задаетесь вопросом. Мы же платим за результат. Мы же платим за уборку дома, а не количество времени, которое потратят на уборку, да. И условно за уборку дают там 10 тысяч рублей. И тогда возникает результат. Я могу сам давать этот результат, да, или я могу кому-нибудь это перепродать. Это вот первая история. Вторая история заключается в том, что вы начинаете сегментировать результат, который вы можете дать и насколько быстро можете дать. Вы начинаете сегментировать по трем критериям. Быстро, дешево и качественно. Быстро, дешево, качественно. Эти истории, они диаметрально противоположны. То есть, если вы хотите получить быстрый и качественный результат, это будет недешево, это будет дорого. Если вы хотите получать быстрый и дешевый результат, это будет некачественно. Если вы будете давать быстрый и дешевый результат, то это будет мало денег брать и делать быстро, да. Это будет некачественно. Почему я про это говорю? Потому что, когда я сам на себя работаю, и работа сам на себя начинает масштабироваться уже в бизнес, то у меня возник такой вопрос, да. То есть, какой результат я могу дать? Я с 2005 года являюсь финансовым советником. У меня есть лицензия, у меня есть сертификаты, у меня есть опыт работы в тройке диалог, в Сбербанке, в открытии. И, соответственно, результат, который я могу дать, я могу быть хорошим финансовым советником, я могу быть хорошим финансовым консультантом для абсолютно любого человека. Но суть в том, чтобы дать хороший качественный результат, это требует, во-первых, большой моей вовлеченности, большого количества времени, которое это потребуется. Второе, все равно этот результат человек сможет почувствовать через год, через полтора, через два. Поэтому, если я являюсь консультантом, если я оказываю консультационные услуги по управлению инвестиционным портфелем, то размер портфеля должен быть от 100 миллионов рублей. Размер моего вознаграждения составляет 20% с чистой прибыли и больше ничего, никаких фиксов нет. Соответственно, авансовый платеж 3 миллиона рублей вперед. Я деньги не беру, человек сам управляет деньгами, я говорю, соответственно, что делать. Это первый вариант. То есть, потому что я могу дать качественный, офигенный, классный результат достаточно быстро, всего лишь там за 12 месяцев, который можно будет потрогать, пощупать, и каждые 12 месяцев мы будем рассчитываться. Второй вариант. Я тоже могу дать классный результат, качественный результат. Но дело в том, что запрос, надо, чтобы этот результат был дешевый. Люди говорят, Максим, я хочу, чтобы ты давал мне советы, я хочу, чтобы это было качественно, чтобы как самому себе бы ты это делал, но денег нет. Денег нет, поэтому не могу. И таких людей достаточно много. Мало того, мы сейчас находимся в такой среде, заметьте, люди, которые дают качественные результаты, все повышают ценники в два раза. Почему? В умные все стали. Потому что это гонорар, и это таким образом можно легко повысить свой доход. И все забывают о том, что есть большой пласт людей, которые готовы заплатить, вы их научите просто, вы им сделаете результат, да, сначала за недорого, потом они придут к вам на более дорогой продукт. И таких нету, есть Max Capital. Есть проект Миллион за 8, в котором я беру и говорю, ребят, смотрите, быстро не будет. 15-20 лет мы с вами будем находиться, но, извините, размер капитала ежемесячного инвестиций всего лишь 100 долларов. Поэтому о каком миллионе долларов можно говорить через месяц, если мы по 100 долларов ежемесячно инвестируем? Но это будет дешевле в 20 раз. То есть не 3 миллиона рублей в год, а там в районе 15-20 тысяч рублей в год. Да, мы с вами будем качественный результат получать, это будет дешево, в 20 раз дешевле, это будет качественно, но не быстро. Честно? Честно, да. И тогда получается, что когда вы работаете сами на себя, подумайте, какой результат можете дать, как вы можете этот результат дать быстро. Исходя из этого, у вас есть потом разбивка. Никогда, если вы работаете сами на себя, никогда не выбирайте давать некачественный результат. Это такой большой лайфхак. И тогда вы идете по пути, что за хорошие, качественные, быстрые результаты вы выставляете соответствующий гонорар, но должны дать качество соответствующее. Или вы можете снизить стоимость своих услуг, увеличив количество времени для оказания. То есть вы можете подшить одежду в течение 15 минут. Приоритетный заказ в 10 раз дороже. Или вы можете в течение недели его подшить, и это будет дешевле. И может быть даже отдать вообще кому-нибудь на аутсорс. И это вот вопрос работы сам на себя. Опять-таки здесь есть еще что рассказать, над чем поработать. Если понравилось видео, обязательно оставляйте комментарии, делайте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео расскажу вам, наверное, про бизнес. Расскажу непосредственно про бизнес. И последнее, что у нас будет, это про инвестиции. Каким образом здесь можно увеличивать доходность своих инвестиций. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok